привет всем кто к нам только что присоединился утренние шоу на птв продолжается и мы продолжаем наполнять ваше утро бодростью и энергией кстати настя а вот ты знаешь что съесть на завтрак чтобы как следует проснуться мне кажется что-то дико острая точно заставит глаза проснуться но это вряд ли будет полезно делать на голодный желудок согласен ну а давайте вместе с телезрителями прямо сейчас посмотрим следующий сюжет наши корреспонденты разобрались в этом аппетитном вопросе и узнали секрет быстрого пробуждения смотрим существуют ли продукты для бодрости вообще нас может взбодрить ограничение в каких-то продуктах себя например если мы кушаем много сладкого в течение дня это мимо бодрость нам кажется что мы скушаем и станем бодры но на самом деле если наш организм попадает много сахара наш организм после этого требует снова поесть этот сахар а вообще мне больше всего нравится напиток для бодрости это вода а корень имбиря лимон и мята вот этот напиток он наносит такой бодрящий эффект во-первых этот напиток относится к норме воды которую мы потребляем то есть его можно включать свои полтора литра которые нужно выпить в течение дня не добавлять в него сахар ни в коем случае и он будет вас ободрить потому что он содержит и лимон и имбирь которые в принципе энергию организму дает заряжать ли энергией кофе кофе это такой напиток который в принципе носит энергетический эффект да то есть он имеет место быть в обычной жизни но не злоупотребляя и то есть естественно нам не надо выпивать 6 кружек кофе в день одну две кружки выпить вполне допустимо тем более если вы чувствуете при этом какой-то заряд энергии после него что съесть перед тренировкой вообще смотря какого плана эта тренировка то есть тренировка силовая которая направлена на формирование мышц а есть тренировка возьмем кардио которая у нас цель похудеть вот поэтому если вы идете на силовую тренировку чтобы у вас сформировались мышцы вам лучше не менее чем за два часа до тренировки потому что если вы покушаете прямо перед тренировкой у вас ну вам будет просто тяжело на тренировке организм еще не успеет переработать эту пищу вот поэтому не менее чем два часа за тренировки мы кушаем полноценный прием пищи например белок сложный углевод и овощи ну допустим условно курица запеченная отварной рис и салат овощной с маслом